Маркетологи придумывают различные уловки, чтобы заставить нас купить товар. Вы наверняка не раз встречали на упаковках формулировки стандарт, качество, сертификат, качество. Никто не знает, кто их присваивает и что они гарантируют. Но есть один знак, который нельзя просто так нарисовать на упаковке или купить. Это знак независимой некоммерческой организации «Роскачество». Российский знак качества возрожден в 2015 году. Наследник знаменитого советского знака качества. Присуждается по результатам независимой экспертизы. Является высшим знаком отличия для товаров отечественного производства. Мы расскажем, кто из белгородских производителей имеет право маркировать свою продукцию красным пятиугольником. Как выбрать правильный продукт? Шаг первый. Найти на упаковке этот знак. Шаг второй. Надо брать. В сентябре «Роскачество» отметила этим знаком пастеризованное молоко отборное, кефир с жирностью 3,2% и 20% сметану марки «Пармалат» Белгородского молочного комбината. Цель «Роскачество» — повышение качества и конкурентоспособности российских товаров. Исследования бесплатны для производителей. Более того, никто не знает, в какой момент и в какой точке страны мы закупим тот или иной образец. Это позволяет нам проводить независимые исследования, о которым доверяет потребитель. Все продукты «Роскачество» проверяет на соответствие не только ГОСТам, но и своим повышенным требованиям. Так, например, пастеризованное молоко исследовалось по 26 параметрам безопасности и качества. Питьевое молоко не может так называться, если при его производстве использовалось сухое молоко. Также в молочных продуктах не должно быть растительных жиров. Это признак фальсификата. Проверка показала, в составе отборного молока марки «Пармалат» нет сухого молока и растительных жиров. Оно не содержит опасных для здоровья микроорганизмов и антибиотиков. Молоко «Пармалат» безопасное, свежее и произведено из натурального коровьего молока. В сметане и кефире марки «Пармалат» также отсутствуют антибиотики и растительные жиры. А количество белка и жирность во всех продуктах соответствуют заявленным на упаковках. Специалисты «Роскачества» высоко оценили цвет, консистенцию, а также вкус и запах сметаны, молока и кефира марки «Пармалат». Помимо исследований самих продуктов, «Роскачество» проводит оценку условий производства. Отправимся на молочный завод, чтобы лично убедиться в строгом контроле качества. Белгородский молочный комбинат – старейший молочный завод в Белгородской области. 20 лет назад предприятие вошло в состав итальянской группы компаний «Пармалат». Сохранив рабочие места, крупнейший мировой холдинг внедрил на Белгородском заводе современные технологии производства и установил новейшее оборудование. Компания «Пармалат» – мировой лидер в производстве ультрапастеризованного молока, которое поставляется в крупнейшие торговые сети России. Один из важных критериев для получения знака качества – высокий уровень локализации. То есть все сырье должно быть местного производства. Белгородский молочный комбинат закупает молоко только у проверенных местных предприятий. Все начинается с контроля сырого молока, поступающего на производство. Прежде чем сырье попадает на завод, в каждой секции молоковоза берут пробу и анализируют на содержание антибиотиков, фальсификатов и механических загрязнений. Оцениваются кислотность, термоустойчивость, а также показатели жира и белка. Только после тщательной проверки сырое молоко допускается к приемке и попадает в эти танки. Их состояние и чистоту тоже строго контролируют. Все технологическое оборудование – сепараторы, охладители, пастеризаторы и трубопроводы – подключены к специальным моющим станциям, которые позволяют автоматически контролировать процесс санитарной обработки при высоких температурах специальными растворами. Параметры каждой мойки контролируются автоматически и сохраняются в электронной базе. Контроль качества мойки производится сотрудниками микробиологической лаборатории. После всех проверок и процедур очистки молоко сепарируется, то есть разделяется на обезжиренное молоко и сливки, а затем пастеризуется. Кстати, молокоотборное называется так потому, что оно проходит минимальную обработку. И потому максимально сохраняет свои полезные свойства. Сметана «Пармалат» производится из пастеризованных сливок с использованием закваски или ферментов. Никаких консервантов или стабилизаторов в нее не добавляют. Кефир получают с помощью закваски, приготовленной на кефирных грибках. В этих резервуарах кефир и сметана спрашиваются в течение 10-12 часов. На каждом этапе мы контролируем все ключевые параметры. Вязкость, кислотность, температуру продукта. И, конечно же, содержание жира и белка. Количество белка – важный показатель качества молочных продуктов. Он говорит о пищевой ценности. Например, кальций усваивается только в связи с белком. Готовые продукты отправляют на фасовку. Кстати, материал упаковки эксперты Роскачества тоже оценивают. По удобству и безопасности. Здесь «Пармалат» вновь заслужил высокие оценки. Сейчас вы удивитесь. Дата производства на упаковке – это завтрашний день. Такая вот сметана из будущего. А все потому, что еще сутки вся продукция будет дозревать в камере охлаждения. Здесь температура никогда не поднимается выше 4 градусов. Это обязательно для сохранения качества и всех полезных свойств молочной продукции. Именно здесь хранятся готовые продукты в течение суток, пока отдел контроля качества проверяет образец этой партии товара. Товар не выйдет за пределы завода до тех пор, пока в лаборатории не проверят его безопасность. Эксперты должны убедиться, что продукт не содержит патогенных микроорганизмов, листерий и других опасных для здоровья бактерий. Такой постоянный контроль и позволяет продуктам «Пармалат» соответствовать не только обязательным требованиям законодательства, но и опережающему стандарту Роскачества. Молоко, кефир и сметана торговой марки «Пармалат» прошли все существующие проверки, а также независимые испытания Роскачества. Эксперты подтвердили, а мы с вами убедились. Эти продукты сделаны из натурального молока. Они безопасные, вкусные и полезные для здоровья. Такие надо брать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова